Всем привет! Мы приехали в Чирлы. Вчера мы приехали непросто, потому что здесь находится одна из самых интересных достопримечательностей Турции. Это гора Химера. Огнедыщащая гора. Вход стоит 9 лир. И от входа подниматься на гору около километра. Давай еще обручнее. Давай, бежим. Бежим. И самое классное, сюда приезжать перед закатом, чтобы посмотреть успеть и в светлое время, и в темное. Потому что в темное должно быть гораздо красивее и гораздо впечатляюще. Мам, давай, скорей! А ты знаешь, что там дракон будет огнедыщащий? Какой? Пойдем смотреть. Я люблю доклада. Давай. Посуток мы не успели. Здесь уже совсем закат. Закат и сумрачно должно быть только еще лучше. У нас осталось 100 метров, и уже нам открываются огни Химеры. Это выглядит, конечно, супер круто, супер классно. Вот как выглядят эти огни. Просто из земли идет пламя. И такой запах здесь уже своеобразно чувствуется. Ну, запах газа, как, в принципе, и должно быть. Вообще, есть легенда, что внутри находится газ природный. И он более 2000... Газ, метан. И он более 2000 лет уже выходит из земли, и более 2000 лет этот огонь здесь горит. Но мы-то знаем правду. Просто огнедыщащая Химера сидит в этой скале и не свергает огонь. Снарядом с огнем очень жарко. И поэтому даже если идете сюда ночью, то теплую одежду брать не нужно. Я в рубашке, и мне реально очень жарко. Просто сначала поднимаешься, жарко. Потом от этого огня идет жар. И такое ощущение, что здесь градусов 40, наверное, температура. В Турции это далеко не только все включено. Это такие интересные природные достопримечательности. В Чирали мы выбрали, как всегда, самую дешевую гостиницу. Эта гостиница стоит около 1700 за ночь, за все за нас. И сюда входит завтрак. Что мне очень нравится, все гостиницы в Чирали имеют вот такую огромную территорию. Такой сад. Конкретно у нас растут мандарины, гранаты. Здесь, в общем, каждая гостиница имеет огромную территорию. Конечно, в тех гостиницах, которые подороже, у них есть еще бассейн. Но в ноябре бассейн не актуален, потому что в бассейне в ноябре купаться холодно. И здесь все гостиницы находятся рядом с морем. Всего около 400 метров. Мы здесь поночевали, поэтому такой бардак. Но суть в том, что здесь есть одна кровать и есть вторая кровать. И этот номер самый дешевый, повторюсь, он стоит 1700. Ну, единственное, что меня смущает, когда мы первый раз сюда зашли, у меня было такое ощущение, что наш номер развалится. Потому что вот такие вот здесь трещины в туалете. Но это небольшая проблема. Мы входим на пляжи Чаралы. И здесь одна из особенностей этого пляжа и близлежащих пляжей в том, что сюда приплывают морские черепахи. С мая по июнь они здесь откладывают яйца. Потом черепашки вылупляются, убегают. И их можно здесь наблюдать летом. Получается, с мая по июнь они откладывают. И там в июле где-то, наверное, они вылупляются. Но сейчас уже ноябрь. Они уже давно все разбежались, выросли уже, наверное, ведут свою жизнь взрослую. Здесь пляж длинный. Окружен двусторонными скалами. Вот там скала. И вот там скала. Здесь песочек с такими мелкими камушками. Поэтому здесь все равно не так комфортно, как на где-нибудь на Баракай ходить. И особо не поиграешь. Ну, в общем, здесь красиво. Но, конечно, я люблю такие маленькие пляжи. Такие, как в Каше, например. И что сейчас бросается в глаза? Здесь нет лежаков. И вообще ничего не обустроено на пляже. Возможно, потому что сейчас уже не сезон. И все закрыто. Сегодня 14 ноября, и море похолодало с 25 до 24 градусов. Видите, мы так ходим на пляж. Истина обычно ходит в кофте с длинным рукавом. Потому что на солнце реально жарко, а в теньке уже прохладно. И поэтому вот так комфортно всего. В общем, оно по-прежнему тепло, кайфово. И купаться можно три часа, просто не вырезая. И даже Истина спокойно у нас купается. Ей вообще очень классно. Мы с ней заходим на глубину. Вода там тоже теплая. Я черпаха, моя любимая! Привет! Я черпаха, я уже уплыла. Потому что сейчас не сезон. Мы сегодня с горячим ресторанчиком, которые работают опоздна. И водились в Сиренбуре, так как приехали очень плавно. И вот такая красивая подача. В середине ноября. Вчера ли почти все заведения закрыты. Работает эту парочку. Я выбрал одну из них. И вот это моя блюдо стоит всего 250 рублей. В общем, хотя большинство закрыто, но даже в тех, что работают, это очень вкусно. Здесь вообще везде вкусно. Пойдите. Таким образом, проход каждый раз обед. Пожалуйста, одной кошке. Нужно поделиться со второй кошкой. Приятного аппетита вам, девочки. А мне принесли какую-то рыбу, картошку, салатик. И все это обошлось. 250 рублей. Итак, у нас сегодня важное дело. Так как здесь вчера ли нет красивых закатов, поэтому мы идем встречать красивый рассвет. И не куда-нибудь, а в сам заброшенный из старинного города Олимпас. А этот древний городок Олимпас известен всем нам и вам, потому что именно здесь зародились Олимпийские игры. Спортсмены, олимпийцы должны были с горы Химер, с огненной горы, донести до сюда огонь. И кто быстрее это делал, тот, соответственно, побеждал. Так что вот такой интересный исторический факт. Вход в Олимпас до 10 утра должен быть бесплатный. За пляжем находится тот самый древний город Олимпас. Мы почти к нему подошли, и уже виднеются остатки старых стен и развалины этого города. Вот это вот море, это Антон, скала, и наверху, сверху скалы видна крепость, дома. Мы решили подняться на высокую гору. Тем более рассветы надо встречать на самой высокой точке. На вершину Олимпаса. Здесь, конечно, для начала классный вид на море. Мы как боги на Олимпе. Вот это то, ради чего сюда мы пришли так рано и встали в 7 утра. Ну, это древний векийский город, который был заброшен приблизительно в 15 веке. Но виды отсюда открываются потрясающе. Вы можете видеть полностью пляж Чаралы и еще вот там пик горы на горизонте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот даже стены здесь расписаны, орнаменты. Здесь я не нашла на полу какие-то остатки мозаики. А здесь вообще довольно так атмосферно и масштабно все выглядит. Вот смотрите, какие ворота. Прямо, наверное, как у нас сейчас 2 или 3 этажа у дома. Здесь только одни ворота такие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Римский храм. Здесь даже вот лепнина сохранилась над входом. Был построен в первой половине 2 века нашей эры в течение правления императора Адриана. Адриан просто зашел сюда, на Олимпус, по пути своего путешествия в Анатолию. Практически как мы. Десяти часов до открытия кассы. Здесь людей пока нету, и поэтому можно зайти куда угодно. И вот здесь самая интересная часть. Реставрируется сейчас. Что мне больше всего понравилось, это настенные рисунки. Пойдемте вот сюда в комнату, пройдем. Я уже говорю, как будто это мой дом. Я так здесь уже освоилась. Вот что-то просвечивается, что вот здесь реально... Какая-то, да, здесь что-то... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот оттуда мы только что спустились, сверху. Ну, тут, слушайте, тут такой по своим размерам довольно большой город. Не так, что мы сначала подумали, что тут два домика, и ничего больше не осталось. А тут-то... И тут-то было. Достаточно много сохранившихся таких гробниц и саркофагов. Вот это тоже в хорошем состоянии. И здесь даже что-то... Что-то здесь написано. Понимали бы мы, на каком языке, то, наверное, прочитали. Потому что, ну, сохранилась прям каждая буковка. Но... Но нигде пояснений нет, что это такое. Но был заброшен этот город. Стоит посмотреть лишь на это дерево, которое выросло прямо посередине дома. Ну, это просто какой-то анкор в ад. По-турецки. Изначально, когда заходишь в ворота, через кассу проходишь, кажется, что там два домика, заросшие в кустах, стоят. И дальше все заканчивается. Как будто ничего нет. Но на самом деле, не бойтесь, здесь город довольно большой. Территория огромная. И вам нужно просто пройти через мостики, через там улочку, сквозь деревья. И потом вот вы выйдете на оперативный простор. И увидите все это. Не знаю, кому великолепие, кому скучность какую-то. Ну, в общем, древние постройки вы точно увидите. На другой стороне реки тоже какие-то огромные постройки. Здесь постройки, там в конце реки Ликийские гробницы. Поэтому здесь можно ходить. Ну, мне кажется, целый день точно можно сходить. Ну, это только для любителей истории и античности. Ну, а так в целом часа три хватит на прогулку. И здесь так прикольно. Выходишь вот из этого. Посмотрел, значит, музей сходил. Выходишь, и сразу можно искупаться. Сразу пляж. И вот прямо у подножия вот этих крепостей, на которых мы только что находились. Такой прикольный пляж. А были мы только что вот на самом верху. Туда можно забраться абсолютно спокойно, несложно. И встретить там рассвет. Вообще классная идея, конечно. Взять бы еще с собой кофейку. Что нам особенно понравилось. Здесь везде растут апельсины. Но здесь апельсины растут прямо на берегу моря. Вот. Сейчас покажу. Вот море. Вот апельсины. Причем они очень вкусные. Сейчас сыр вы сочный. Сейчас мы его съедим в качестве завтрака. В завершении могу сказать, что для нас три дня вчералы оказалось оптимально. Один день мы сходили на огнедущую гору Химеру. Другой день с утра мы сходили в Олимпос. И каждое утро мы ходили на пляж. В общем, было все классно. Но оставаться больше не хочется. И хочется ехать дальше. Что ж, пришло время прощаться с прекрасным городом. Деревушкой Чаралы. Бай-бай! Бай-бай! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал! Субтитры сделал DimaTorzok